Новое видео выходит каждый день в 20.00 Никогда бы не подумал, что на своём YouTube-канале я буду рассказывать вам о настолько очевиднейших вещах. И да, ребят, популярность купить нельзя, либо к сожалению, либо к счастью, но на моё личное усмотрение к счастью. И вы знаете, нельзя купить её ни медролом, ни постролом, ни уж тем более преролом. Ни отдельной интеграцией, ни нативной интеграцией, ни продакт-плейсментом, ничем, блять, даже совместным видеороликом популярность купить не получится. И на этом уже можно было бы и закончить данный видеоролик и пойти, знаете, сидеть на диване и пить пиво, пиандополу, так сказать. Однако, я должен объяснить вам это немного поподробнее, просто вы сейчас можете такие сидеть и думать. Хм, да я всегда думал, что популярность купить нельзя. И я думал, что остальные точно так же думают. Однако, нет. И на данный видеоролик меня смотивировал никто иной, как Барон Гейм Коронос. Просто, вы знаете, он постоянно, на протяжении, наверное, всей своей ютубовской карьеры, если это можно так сказать, говорит. Эх, ну вот сейчас я немного денег подкоплю и буду покупать рекламу. И, понимаете, или Барон, понимаешь, зрители, люди и популярность, это не какой-то ресурс, который ты покупаешь. Он у тебя есть, потом он у тебя заканчивается и ты покупаешь его заново. Нет, так не бывает. Так, в принципе, не может быть. Иначе у нас бы сейчас каждый второй, да что там каждый второй, каждый первый был бы популярным там каким-нибудь ютубером по ГТАС. Да и не обязательно по Сампу в целом, то есть был бы популярным ютубером. Однако, это, к сожалению, Барон так не... Да вы сами подумайте, ну, блядь, вот просто популярность, она идёт как следствие какой-то вот проделанной тобой работы. Если ты пишешь стихи или пишешь, допустим, музыку, поёшь музыку и так далее, то ты становишься популярным. И так была всегда популярность, она не была самой целью занятием чем-либо. Она была как следствием занятия твоей любимой деятельностью. Ты хотел рисовать, а ты становился Артемием Лебедевым и рисовал логотипы за 1 миллион рублей. Ты хотел снимать летсплей по Сампу на вебку, ты снимал летсплей по Сампу на вебку и становился Делорензи. Ты хотел снимать летсплей, и ты становился Куплиновым. Да, блядь, ты хоть что-то хотел вот снимать, ты это делал, 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 и к тебе приходила эта самая популярность. А что нужно делать для того, чтобы стать популярным? Вот про... ну вот что? Вот что? Популярность, она как... она не должна быть как сама цель. Ты просто должен что-то делать на протяжении длительного, вот прям огромнейшего количества времени. И потом, то есть, когда у тебя будет всё, когда ты будешь кайфовать от того, что ты делаешь, к тебе приходит это самое популярное. Вот это твоя долгожданная популярность, которую ты так ждал. И именно так это работает. А вот никак-то иначе. То есть, ну я прям, ну я не знаю. То есть нельзя делать что-то, я не знаю, набирающее популярность. Я ненавижу такие модные слова все. Нельзя делать что-то вот набирающее популярность и стать популярным. Нет. Даже если ты будешь говорить о мега актуальных темах, но будешь там, допустим, мямлить, говорить как-то вот так, а че... ать с листочка, то... Но это абсолютно никому не интересно. И просто понимаете, в роликах ты не должен разговаривать так, как ты разговариваешь там обычно с друзьями. Я бы без проблем мог сидеть там, болтать, вот как я разговариваю с друзьями. Однако нет. Однако я должен говорить с выражением, дабы расположить к себе зрителя, дабы передать ему те эмоции, которые я ощущаю в данном, которые я чувствую, которые я хочу передать человеку. А вот это вот так вот не работает, что, допустим, ты был никем, а ты купил там какой-нибудь вшивый вот этот свой прерол и стал вдруг популярным. Купил там прерол у человека, который там вставил две рекламы в ролик, а вторая, кстати, была твоя реклама. И вот ты стал популярным от этого самого прерола. Или ты был никем, ты долгое время вот снимал, снимал, что-то вот там вот делал, у тебя ничего не получалось, у тебя было ноль подписчиков, на каждом ролике было написано нет просмотров, а тут ты взял рекламную интеграцию, блять, и стал популярен. Да так, блять, не бывает, долбоёб, очнись нахуй. И вот многие мне говорят, вот многие мне пишут, вот даже на этот канал уже начали писать, я не знаю, откуда вы появляетесь, мне пишут чуваки, то есть с каналом, прям, ну вот вы знаете, ну прям я бы такой канал никогда в жизни бы, блять, не смотрел. То есть пишут чуваки с каналом, там 10 подписчиков, говорят, слушай, а можешь меня там за 100 рублей пререкламировать, а можешь за 150 пререкламировать. То есть я захожу на канал, а они там снимают самп, то есть с надписью www.bandicam.com, разговаривают там, ну знаете, такой, то есть у них писклявый голос, ладно, похуй, то есть даже с писклявым голосом можно охуительно делать какие-то охуительные вещи, тот же фейс ебать, вы слышали его голос вообще, это ж пиздец. Вот, и то есть они вот так вот мямлят там какие-то ролики абсолютно, то есть даже не второсортные, не третьесортные, четырехсортные ролики, то есть уже все такое снимали, это абсолютно банальщина у них идёт, и они такое снимают и думают, бля, меня почему-то не смотрят, наверное, потому что рекламы, блядь, нету, да хули, блядь, нету рекламы. Я вот делал что-то вот на протяжении шести лет без рекламы и добился, то есть 7600 подписчиков на основном канале, и вот там сколько, два, там даже, наверное, меньше, вот трёх месяцев я занимаюсь данным каналом, и у меня, то есть уже почти 500 сабов, наверное, сегодня, вот какое сегодня число. 29 марта, этот ролик, наверное, выйдет либо 30, либо 31 марта, скорее всего, я уже добью вот эти вот 500 подписчиков за 3 месяца. Вы понимаете? То есть ты должен любить то, что ты делаешь, а не так, что вот ты снимаешь какое-то говно, и, ээээ, ну посмотрите меня, пожалуйста, посмотрите меня, пожалуйста, блядь. Если ты будешь делать что-то охуительное, что-то классное, к тебе, блядь, без всякой рекламы придут. Есть миллиард людей, которые не покупали, блядь, никогда, да, это практически все люди, которые никогда не покупали рекламу, они делали какой-то контент и стали популярны, потому что они хотели это делать. А чуваки, которые такие приходят, типа, вот я пришёл, там, я не знаю, смотрите меня, любите меня, я буду продавать вам рекламу, там, вот это вот низкокачественное, там, эволю какой-нибудь, а вы меня смотрите, блядь, ещё я буду закупать рекламу, тогда меня точно будут смотреть. Нет, рекламу, вот вы можете мне сказать, да, а ведь мировые бренды, они же закупают рекламу, а не поэтому и мировые бренды, что они вот делали что-то, они хотели как-то усовершенствовать жизнь, либо не усовершенствовать жизнь, а предоставить то, что людям надо, и благодаря этому они стали популярными. То есть, они не стремились для популярности вот эти вот создатели, там, допустим, какого-нибудь Сникерса, да, батончика, я не знаю, правда, кто его создал, но он не стремился к популярности, он хотел сделать батончик Сникерса. А ты, сука, ты нихуя не делаешь для того, чтобы хоть немного приблизиться к тому, вот, чтобы стать популярным, ты постоянно, ну, аж говоришь, ээээ, у меня подписчиков так мало, на меня никто не... Да пошёл ты нахуй, блядь, пошёл ты нахуй, ебан, ты нихуя не делаешь, блядь. Пиздец, вот когда ты будешь делать ролики каждый день, ебать, выкладывать их в одно и то же время, выпустишь вот так вот тысячу роликов, а на тебя не подпишется ни единого человека за всю эту тысячу роликов, при том, что ты вкладывался в каждый в этот ролик, вот тогда да, тогда ты имеешь право ныть, а сейчас нет, сейчас на тебя хоть кто-то подписан, радуйся тому, что ты заинтересовал хотя бы десяти человек, и даже если это эти люди, вот эти десять человек, это твои одноклассники, которые ты слёзно упросил на себя подписаться, пошёл ты нахуй, еблан.